Продолжение следует... Через подставных лиц оформили дачный кооператив, который получил от города землю. Вскоре после этого члены кооператива благополучно продали свои сотки вышеназванным лицам, которые еще задолго до оформления земли строили свои коттеджи на территории лагеря. Сначала его начали разрушать, потом 18 человек подали запросы на землю. Каким-то чудом получили весь этот лагерь. Через полгода, получив право собственности на землю, сразу же продали своим хозяевам шестерам. Все это время там уже велись на холстрой, то есть дома уже строились. То есть сразу узнали, под что идет земля. Общественники написали заявление в прокуратуру с требованием расследовать сомнительную схему отвода земли. По сути, шести бизнесменам. Также члены организации предоставили пакет документов, подтверждающих, по их мнению, что данная земельная операция чистой воды афера и мошенничества. Договоры купли-продажи два, информации додонника задержали реестру и державные акты на эти делянки. Осталось дело за малым, чтобы прокуратура выполнила свою прямую работу. Одно из основных требований к прокуратуре – это проведение процессуальных действий с изначальными 18 дачниками, которые изначально получили землю у горсовета, которые в дальнейшем уже перепродали эти участки шестерым основным участникам этой схемы, якобы получив деньги за продажу данной земли. Хотя по факту никаких денег там не было, по простой причине, что все эти 18 человек являются работниками либо родственниками этих самих шестерых человек. Кроме того, представители национального сопротивления зарегистрировали соответствующее заявление в канцелярии мэрии, а также подключили к расследованию депутатов разных уровней. Сейчас радует, что помимо нашего запроса, заявления в прокуратуру Одесскую, ряд депутатов отправили депутатские звезды на имя Луценко, то есть генпрокурора Украины, чем нас безумно обрадовали. И нам уже пришло уведомление от Одесской прокуратуры, что к ним уже Луценко спустил это вниз. То есть движение пошло, шевеление пошло и это радует. Но, как выяснилось, так называемый дачный кооператив – не единственная афера. Активисты проведут акцию возле бизнес-центра на площади Бориса Деревянка. Объект, по мнению национального сопротивления, также был незаконно получен в собственность все теми же бизнесменами. Приватизация путем коррупционных схем научно-исследовательского института ТЭМ. Там были определенные условия при его приватизации. Тем не менее, даже эти условия в виде облагораживания территории не были соблюдены. В частности, есть четкие факты о том, что он был также получен путем коррупционных схем. Наша съемочная группа попыталась дозвониться нескольким бизнесменам, которые владеют домами на территории бывшего детского лагеря. Но они на связь не выходят. Мы будем следить за развитием событий.